Минспорт Омской области осуществил новогоднее желание юного Георгия Просвиркина. В подарок мальчик хотел получить баскетбольную корзину и мяч. Исполнение мечты Георгия стало возможным благодаря проведению всероссийской акции «Елка желаний». У нас есть елка в регионе, на которой висят открытки. Открытки были сформированы как раз из желаний детей, которые написали не только детей. У нас там и люди старшего возраста есть, они писали свои желания. И мы брали открытки, смотрели желания, кто что захотел. Перед Новым годом Александр Леонидович как раз начал исполнять эти желания. Три желания, которые первым он исполнил в прошлом году, и потом передал нам эстафель. По министерству, конечно. И вот мы сегодня сочетали желание одного из наших маленьких жителей города Омска, Георгия Просвиркина. Мне очень приятно, что именно спортивный снаряд, а не какой-то гаджет, этот ребенок захотел. Потому что он хочет двигаться, он хочет развиваться и играть в баскетбол. И вот сегодня мы сочетались. Мальчику не только вручили подарок, но и провели для него небольшой мастер-класс. Мастер спорта по баскетболу Павел Белоусов показал Георгию, как правильно выполнять броски. Я увидел у него в глазах радость. Было приятно, что человек заказал кольцо, мячик. Какие-то мечты осуществляются. Но вообще я хотел сказать всем ребятам. Дорогие ребята, занимайтесь спортом. Любите свой вид спорта. В частности, баскетбол. Ведь спорт делает нашу жизнь ярче. Дает незабываемые впечатления от спортивных побед, от спортивных достижений, от общения с друзьями, единомышленниками. И самое главное, несмотря ни на что, какие бы тяжелые трудности, какие бы вы ни проходили, надо иметь огромную веру в себя. Тогда у вас все получится. Не только на баскетбольной площадке, но и в жизни. Я давно его таким не видела, он счастливый. Я с утра сказала, что он поедет. Показала ему, что будет подарок. Он в садике уже всем рассказал, воспитателям, что вот мама приедет, и мы поедем получать подарок. Что он довольный. Сейчас мы придумаем, куда повешать корзину. Они давно хотели в комнату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова